Большая новость экономического плана. Для реализации проекта строительства современного портово-логистического центра и создания свободной экономической зоны на юге России создана международная рабочая группа. Масштабные работы развернутся в соседней Астраханской области. Инвестором выступает известный волгоградский промышленник, руководитель портово-логистической компании Каспий Олег Савченко. Уже есть все основания предполагать, что проект не только будет выгодным для российской экономики, но и откроет новые мощные перспективы для развития бизнеса в Волгоградской области. Из Астрахани, где состоялось выездное совещание с участием зарубежных партнеров, наш следующий репортаж. Сложно поверить, что здесь через какое-то время будет современный порт. Но поверьте, это проект вполне по силам. Олег Савченко знает, о чем говорит. Чтобы это заявление стало возможным, проведен целый ряд сложных исследований. Строительство мощного порта на этом месте было запланировано еще в советский период. В 1985 году даже проводились геологические изыскания. Но тогда проект остался надеждой. Сегодня огромную надежду на строительство современного портово-логистического центра на юге России возлагают зарубежные партнеры. Компания Гамбурга, которая занимается строительством и планировкой портовых зон, активно участвует в переговорах. Гамбурга – это самый крупный терминал-оператор на нашем порте. Более 7 миллионов контейнеров в год они перевалывают. А Гамбург-Под консульт уже более длится проектов по всему миру. Именно посредством порта обслуживали. И они не только проектируют, планируют, анализируют, они тоже сами управляют. Будущий международный терминал будет связан с логистической цепочкой Центральная Азия-Европа. И здесь выигрывают уже не только астраханские бизнесмены. Появление новых транспортных ворот откроет огромные возможности перед Волгоградской областью и ее предприятиями. Серьезно вырастут возможности экспорта продукции. По словам промышленника и инвестора Олега Савченко, это место идеально подходит для реализации проекта. Ближайшая точка к Каспию, есть ресурсы и территория для создания технологий погрузки и разгрузки контейнеров. Все перспективы оценивает сейчас международная рабочая группа. Есть поручение президента Российской Федерации Владимира Ивановича Путина, есть распоряжение правительства Российской Федерации. В рамках этих документов мы сегодня двигаемся. И Европа, европейский бизнес, европейские компании очень серьезные надежды возлагают на то, что здесь будет построен, наконец-то будет построен современный порт. И грузы, которые сегодня идут по очень длинному пути через Советский канал, пойдут по кратчайшим пути через Каспий в страны Среднего Востока. И тогда заработает тот самый коридор, и тогда будут реализованы те возможности, о которых говорил президент Российской Федерации и заявлял о правительстве. Нюансы проекта детально обсудили в Торгово-промышленной палате. Это еще раз подчеркивает заинтересованность всех видов бизнеса в создании транспортного коридора. От мнения и от анализа, который будет произведен сейчас, зависит благополучие южных регионов и территорий по Волжье. Ирина Емельянчик, Вести Волгоград, из Астраханской области.